Здравствуйте! Я буду говорить про перечисление ингредиентов. Герево, если его определять официально, это связанный простой кран без цифров. Официальное определение, как и любое официальное определение, звучит тяжело и понять его нельзя. Потом мы увидим каких-то примеров того, что такое дерево, что такое ниги. Граф означает, слово граф здесь означает, что у нас имеется какой-то точек, вершины графа. Эти точки соединены между собой лёбрами. Вот такой граф, который здесь нарисован, у графа есть вершины. Некоторая пара вершин соединены между собой лёбрами. Это граф. Связанный означает, что? Связанный означает, что? Что означает смысл? В любую вершину и в другую вершину можно отсекать? Из любой вершины в любую другую можно пройти порядок. Вот мы взяли эту вершину, взяли эту вершину, взяли эту вершину, которая из этой вершины, из первой вершины идёт на вторую, соединяем. Простой означает, что любые две вершины соединены либо одним ребром, либо не одним ребром, либо ни одного ребра, не соединяющего. Может так быть, что несколько ребр соединяем две вершины, вот это мы запрещаем. Ну и, наконец, без циклов означает, что в графе нет путей, по которым мы можем ходить, не повторяясь и вернуться в исходную вершину. Ну вот, значит, то, что нарисовано здесь, это не дерево, мы будем рассматривать такиографы, то, что нарисовано здесь. Это тоже не дерево. Такие графы мы будем рассматривать. Вот то, что нарисовано здесь, это тоже не дерево. Почему это не дерево? Не связано. Не связано. Этого графа не связано, но мы не можем из вершины отсюда перейти вершину сюда. Вот такие, значит, мы не рассматриваем графа, а рассматриваем. Теперь давайте я нарисую деревню с небольшим числом вершины. Значит, все вершины я буду обозначать обычно через N. Вот есть одно дерево с одной вершиной. Есть одно дерево с двумя вершинами. А с тремя вершинами сколько деревьев? Какие? 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 все эти три дерева это одно дерево ничего другого придумать из трех вершин не удается конечно мы можем нарисовать его по разному мы можем его вот так нарисовать а можем нарисовать вот так вот но все равно это будет одно и то же дерево оно состоит из трех вершин одна вершина с двумя другими и каждая из них создана в первой и все ничего другого тут признавать нельзя поэтому с каждым минусом варишь здесь уже ничего здесь уже ничего другого не уберем а что есть на 4? 2 здесь уже появляются разные деревья есть по-прежнему такая же цепочка но уже длина 4 здесь она была длина здесь были цепочки длины 1, 2, 3 здесь цепочка длина 4 появляется новое дерево которое не цепочка оно не такое как предыдущее почему оно не такое? почему эти два дерева разные? здесь есть вершины степень 3 значит в этом дереве есть вершина из которой выходят 3 вебра а в этом дереве таких вершин нет а можно по-другому рассуждать в этом дереве две вершины из которых выходит одно вебро а в этом дереве таких вершин 3 поэтому эти два дерева могут быть один ну давайте я еще нарисую все деревья структурированные их три штуки задача о которой пойдет речь состоит в следующем сколько в этой задаче есть в общем один но очень существенный недостаток никто не знает как ее решать скорее всего она просто хорошего решения не имеет скорее всего первая задача нет хорошего решения например если мы спросим сколько имеется деревьев с двумя стальными вершин то никто не в силах дать разумного ответа на этот вопрос ответить сколько на скольки деревьев 200 вершин никто не может поэтому поэтому на самом деле мы будем с вами говорить про другую задачу другую задачу для того чтобы сформулировать другую задачу мне еще потребуется приложить некоторое количество причина по которой у этой задачи нет разумного ответа это состоит в том что деревья имеют замечательные внутренние свойства и это внутреннее свойство называется симметрии деревья сметрии сметрии деревья среди деревьев которые мы нарисовали есть деревья более симметричные и менее симметричные сейчас мы с вами разберемся что такое симметрия деревьев и какие симметрии бывают ну давайте возьмем дерево с тремя вершинами спрашивается можно ли так переставить вершины этого дерева чтобы оно осталось самим собой так поменять местами вершины этого дерева так чтобы ребра соединялись те же самые вершины что исходные а дерево осталось самим собой нет? что? у меня есть вершины мы можем дерево перевернуть давайте я нарисую несколько постельных действий мы вот так нарисовали потом нарисовали вершины потом уже направлены в эту сторону мы вернулись в то же самое дерево мы вернулись самую левую крайнюю вершину поменяли с самой правой а центральную оставили на месте и дерево осталось исходным деревом оно не изменилось раз взяли вот так вот так вот так вот так значит мы будем говорить что у этого дерева две симметрии две симметрии одна из этих симметрий это просто тождественное отображение когда мы ничего не меняем одна симметрия есть у каждого дерева а вторая когда мы меняем местами две крайние вершины дерево при этом остается на месте одна симметрия есть у каждого дерева скажите мне у этого дерева сколько симметр? как минимум одна это тожка которая вставляет все на месте две которые меняют вершину и место тоже две у этого сколько? как минимум а как максимум? четыре кто больше? две мы можем либо оставить все вершины на месте либо перевернуть эту цепочку так же как мы переворачивали ничего другого мы сделать не можем например мы не можем поменять местами две внутренние вершины потому что смотрите если мы их поменяли местами а эти оставили не похожи то вот эта должна соединяться с этой а эта с этой это не то же самое что тут на часах а вот здесь интереснее кто больше? кто сказал шесть? их шесть почему? у нас три вершины которые играют одинаковую роль и мы их можем переставлять как угодно мы можем эти две вершины поменять эти две вершины поменять эти две вершины поменять а можем их по кругу пустить всего оказывается три факториала симметрии у нас три вершины и есть шесть перестановок этих вершин Хорошо, а у самого первого дерева сколько в симметрике? Одна Оно не симметрично Я могу говорить, что дерево симметричное, если у него есть хотя бы одна симметрия, кроме той обязательной, которая есть у всякого, кроме той, которая оставляет все вершины на месте То есть это не симметричное дерево Ну давайте быстренько пройдемся по деревьям с пятью вершинами У этого сколько симметрик? Две У этого Какие? Мы можем поменять и оставить вот эту вершину Это все, что мы можем сделать Можем, конечно, оставить все вершины на месте А можем вот эти три поменять на стаде Они играют одинаковую роль Больше ничего сделать не можем А у этого сколько? Двадцать четыре Сколько? Двадцать четыре Двадцать четыре Четыре факториала У нас четыре вершины И мы их можем представлять как угол Центральную мы дрогать не можем Она может переходить только в себя В математике, в физике, в физике, наверное, это первое мы обнаружили Имеется странная такая вещь, которая состоит в том, она носит совершенно общий глобальный характер Она состоит в том, что перечислительная задача решается, если перечисляемые объекты имеют одинаковую симметрию И у перечислительных задач нет разумных решений, если симметрия объектов разная Деревья им удается сосчитать ровно потому, что разные объектия имеют разное количество симметрии Вот вам задача нужна Мы дошли здесь в этой табличке для равного пяти Просчитайте для всех деревьев Во-первых, нарисуйте все деревья с шестью вершин А во-вторых, для каждого из них сосчитайте сколько в восемь А если будет не лень, то и с семью вершин Интересный упражнение Если бы хотел сформулировать какую-то задачу Которую можно лишить, которую можно сосчитать То нам придется как-то от этой лишней симметрии избавляться От того, что она лишняя, от того, что она разная у разных деревьев Нам придется заменять перечисляемые объекты какими-то другими объектами, естественно похожими У которых симметрия уже одинаковая Обычный способ это сделать состоит в том, чтобы чего-нибудь занумеровать Так, чтобы уже не оставалось никаких симметрий совсем У каждого дерева инвершин, поэтому мы их будем нумеровать числами от единицы и нумерами Ну если она равна единице, то у нас одна вершина, у нас есть один способ перевязан убирать Числом в один Вот так мы и то сделаем Если я равна двум То у нас имеется одно дерево И мы можем сформулировать, что вершина либо один-два, либо два-один Мне трудно видеть, что это одно и то же Потому что, когда мы применяем симметрию к дереву Эту машину отправить в эту, а эту в эту Это будет то же самое дерево Так, мы его стираем, оставляем Теперь она равна единице На этот раз у нас уже есть разные способы занумеровать вершины дерева Которые приводят к разно занумерованному дереву Здесь все зависит от того, что мы поставили в среднюю вершину Мы можем поставить один, два или три Мы знаем, что при любой симметрии этого дерева Средняя вершинка должна перейти в себя Поэтому ее номер Важен А вот номера крайних вершин не слишком-то важны, потому что мы можем поменять их места У нас есть симметрия, меняющая вершины в этом месте Значит, вот у нас получилось три разных дерева с занумерованными вершинами Три разных дерева с тремя занумерованными вершинами Теперь с четырьмя цепочками с четырьмя вершинами Сколько способов занумеровать ее разных вершин? Восемь Внения разошлись Правильного ответа не было ни одного Четыре факториала пополам Ну-ка, ну-ка Двенадцать Четыре факториала и что? Пополам Пополам, а почему пополам? Ну, поменять же это не нужно Значит, теорема Число различных негераций вершин Дерево С n вершинами Рану 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 Разделить на число симметрии дебитирования Рану Ран don and о fiction Иисус Ран Иисус Рану Можем ЗАНА carbon 1 2 3 4 Можем сыграть 4, 3, 2, 1 И это будет на самом деле одно и то же дерево Это мы, казалось бы, нумеровали по-разному Но из-за того, что у дерева есть метрия Меняющая местами Переворачивающая эту цепочку Из-за того, что у дерева есть метрия Оказывается, что эти две нумерации одинаковы И сколько у дерева симметрии, столько раз и повторяется каждая нумерация Сергей он повторял способов занумеровать ваши метрии Мы можем даже уже не выписывать все эти нумерации, а просто сказать Давайте я нумерацию выписывать не буду Значит, у этого дерева 2 симметрии Поэтому у него 4 факториана на 3, 12 нумераций 12 нумераций Раз Мы должны 4 факториана разделить на количество 7 На количество 7 при 6 Ну и давайте с 5 поскольку Сколько нумераций? 60 60 Значит, 5 факториан на 2 Это 60 У этого дерева То же самое У него 2 симметрии Нет Ну и наконец Мы это ловили его 5 5 5 факториан на 2 4 факториан на 2 4 факториан на 2 5 факториан на 2 5 факториан на 2 Какие это 5 нумераций? Как это значит? Все зависит от того, как занумерован центр В центре может стоять один, два, три, четыре или пять А все остальное этим однозначно определяется Потому что хвостики, листья этого дерева мы можем переставлять между собой как угодно Ну давайте посмотрим, что у нас получилось Составим табличку Если она равна двум Если она равна трём Их уже три Вот здесь все эти двери мы нарисуем Если она равна четырём Двенадцать Нет, не двенадцать Двенадцать таких Четыре таких Шестнадцать Если она равна пяти Значит шестьдесят таких, шестьдесят таких и пять таких Чем? Сто двадцать пять Если она равна шести Спрашивается как продолжить эту последовательность Один, один, три, шестнадцать, сто двадцать пять Шесть в четвертой степени Шесть в четвертой степени Шесть в четвертой степени Сколько герок у меня шесть вылетели? Тысяча двести девяносто шесть Тысяча двести девяносто шесть Тысяча двести девяносто шесть Это правило Это правило Выполняется даже для деревьев с одной вершиной Значит число деревьев с одной вершиной Значит число деревьев с одной вершиной Дальше мы с вами будем разбираться почему так Эту теорему когда-то придумал, кажется, Сильвестер Называется она теоремой Келли По перечислению Келли Вот смотрите У нас было первое дерево Несимметричное С единственной симметрией А все остальные были симметричны Не следует, однако, думать Что и все деревья с большим количеством вершиной Симметричные Например, мы можем рассмотреть вот такое дерево У которого из центральной вершины выходит три хвостика Все они разной длины Видно, что никаких симметрий кроме дождественного Кроме того, при котором все вершины переходят только в себя Нет, у этого дерева семь вершин Мы далеко не дошли Мы рассмотрели только деревья с пятью вершин А с шестью они тоже все симметричные Значит это не симметричные Так что не нужно думать, что Несимметричных деревьев не бывает В основном больше Одных вершин Бывает 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 Если у дерева много вершин Вы как правило Возьмете Все деревья с таким количеством вершин Возьмете Почти все они будут симметричными А симметричными Будет мало Ну вот значит В отличие от задачи Перечисления деревьев с незанумерованными на вершины Для занумерованных вершин Мы легко дадим ответ О количестве деревьев С любым числом вершин Если у нас 200 вершин У количества таких деревьев Занумерованных вершин Наверное 200 Вот Это абсолютно точно И неусмысленно Простой ответ Давайте теперь И посмотрим К чему К чему Имеет отношение Это теорема К эрик Я сейчас нарисую какое-нибудь дерево Не очень большое Но не очень маленькое Вот Достаточно наверное Раз, два, три, четыре, пять Девять вершин в нем Если мы знаем Если мы знаем Сколько в дереве вершин Как мы знаем Сколько в нем ребер На единичку меньше В любом дереве Ребер на единичку меньше, чем в вершин Это несложно доказать И давайте не будем При этом устанавливаться В любом случае В любом случае Теперь скажите мне Пожалуйста Я хочу Занумеровать Вершины этого гилера Числами от одного до девяти Назовите Какой-нибудь Куда поставить единичку? Нет, давайте не так Вот сюда что поставить? Единичку Единичку? Да Давайте единичку Сюда Другой Нет, ну это я вам Если вы будете говорить В том же порядке Который я показываю То никакого случая Что? Пять Отлично Сюда Семь Сюда Восемь Восемь Девять 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 Три Мы монополизировали право присваивать номера вершин Давайте передадим его кому-нибудь еще Сюда что мы оставим? Шесть 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 не будущее Сюда Четыре И осталось у нас Два Вот Значит мы занумировали Отверстие Вершины Вершины Дерева Теперь давайте сделаем Дополнительную хитрую рель Занумируем у него ребра Девять Девять вершин Поэтому восемь рюбер Давайте я опять буду показывать на ребра параллельно давать номера, которые вы на них ставите. Давайте я только возьму какой-нибудь другой мелкого цвета, чтобы можно было отвечать. Два. На этом ребре. Четыре. На этом. На этом. Шесть. На этом. Один. На этом. Здесь. Три. Три. Методом исключения осталось восемь. Вот у нас имеется некоторое дерево. Дерево я нарисовал сам, поэтому вы можете считать его не случайным, а заведомо исключаемый, потому что вы мне подсказали, как номеровать о вершине ребра. Я это сказать не мог. А теперь давайте сделаем следующую вещь. Вот я запишу числа от 1 до 9. Сделаем следующую вещь. Я беру ребро с номером 1. Это ребро соединяет вершины с номерами 2 и 6. Правда? И я вот в этой последовательности чисел от 1 до 9 я числа 2 и 6 поменяю местами. У меня здесь будет шестерка, а здесь нет. Это было ребро с номером 1. Теперь ребро с номером 2 меняет местами вершины с номером 3 и 8. Вершина с номером 3 становится вершиной с номером 8. 8 становится вершиной с номером 3. Ребро с номером 3. У меняет местами вершины 3 и 9. Значит, тройка у нас здесь. У нас становится девятка. У нас девятка становится тройка. Это номер 2. Четвертое ребро меняет местами вершины 8 и 1 Пятое ребро меняет местами 6 и 4 Пятое ребро меняет местами 5 и 8 Можно вопрос? Да У нас же там двойки, за 6 и 4 меняли, когда двойки прессируем так Ошибся здесь, да? Да, предпоследнее действие А, предпоследнее действие, давайте действительно Это четвертое, пятое ребро? Да, четвертое ребро, да Пятое ребро, да Да, спасибо Так Шестое Четвертое Четвертое Четвертое, шестое, вот так Спасибо Вот Значит шестое ребро Пятое ребро это 6 и 4 поменяли местами Шестое ребро, шестое ребро это 5 и 8 Седьмое ребро меняет местами 7 и 8 Здесь 7, здесь 8 и 8 Ну и восьмое ребро меняет местами 6 и 3 Вот так вот мы переставляем эти числа И теперь смотрите что получается У нас единица Перешла в пятерку Пятерка Перешла в семерку Семерка Перешла в восьмерку Восьмерка Перешла в девятку Девятка Перешла в шестерку шестерка перешла в двойку двойка перешла в четверку четверка перешла в тройку тройка двойка перешла в единицу я утверждаю, что такая картинка будет наблюдаться всегда что это за картинка? в любом деле при любой нумерации при любой нумерации в единицу в единицу в единицу в результате последовательного выполнения перестановок в вершину В соответствии с генерацией Лета переставляет вершины В эту цепочку попали все вершины Каждые по одному разу У нас здесь встречается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9 Каждое по одному разу Я утверждаю, что так и будет Ну единичка два раза встречается Но с нее начинается, на ней заканчивается Это я специально написал Вершины будут переставляться по кругу Вне зависимости от того Какое дерево вы нарисовали Как вы занимировали Любовь вершин И как занимировали Любовь белка А почему это так? Кто? Возьмется По индукции Что? По индукции Если у нас есть Одно ребро Занимировали 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 Номером 1 То конечно же Меняя Местами Концы этого ребра Мы получаем перестановку Мы получаем перестановку По кругу Перестановку концов этого ребра Единичка переходит в двойку А двойка переходит в индукции Это база индукций Это база индукций Мы доказали нашу теорему для случая Если у дерева одно ребро Ну а теперь представьте себе Что у нас Вот есть реброк Реброк С номером на минус 1 Давайте У нас в дереве С Эндиошин У меня минус 1 ребро Поэтому есть Какой-то ребро С номером на минус 1 И к нему слева Слева одного растет Какое-то движение Справа одного растет Какое-то движение Мы уже Переставили все вершины В левой части этой картинки Переставили все вершины В правой части А в вашем примере так и есть Между прочим Так и есть Разве? Ну как у вас восьмое ребро Оно соединяет Оно Так всегда есть Тут никуда не денешься Любое ребро разделяет Любое дерево на два На дерево Которое Прирастает К этому ребросу К одной вершине Одного ребра Прирастает К другой вершине Тут никуда не денешься Вот здесь Когда мы переставим Все У нас По предположению индукции Вершины идут по кругу И здесь Когда мы переставили Вот у нас вершина идут по кругу И здесь Когда мы переставили вершину Тоже идут по кругу А теперь у нас Мы взяли вершинку отсюда И взяли вершинку отсюда И эти два круга соединены Из них склеился один круг И здесь Вот так и получается Наоборот Давайте я Валя 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 Какой тут номер стоял Кто помнит Какие тут номера стоял Какие тут номера стоял 9 Здесь 9 А здесь 4 4 Пусть есть набор из этой системы. Чисел 1-берцик, 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 1-берцик. Чисел 1-берцик, 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 1-берцик. Значит, сопоставлять будем так. Давайте нарисуем по кругу N-точек. Занумеруем их. Ну и если у нас есть пара и G, то просто соединим и ту вершину. Получим какой-то граф. То есть любому набору из пар чисел мы можем сопоставить граф с зеркалированными решениями. Тогда этот граф будет дерево. Дерево в том и только в том случае, Если последовательное выполнение вот этих вот перестановок, Выполнение перестановок. Перестановок, отвечающий вот этим ребрам. Переставляет вершину потолки. В одну сторону мы это уже увидели, что если получается дерево, то вершины обязательно переставлялись по кругу. Вот, оказывается, и наоборот тоже верно. Если вершины переставлялись по кругу, то это обязательно верно. Это не сложная теорема, в другую сторону. Я думаю, что Вы её уже докажете самостоятельно. Если подумаете. Вот. Теперь я хочу теорему Келли, которую я сформулировал про количество деревьев, Переформулировать в терминах этих перестановок. Скажите, пожалуйста. Вот, допустим, мы знаем, сколько имеется деревьев с N-занумерованными вершинами. А потом мы нумеруем в этих деревьях ребра. Сколько будет деревьев с н-занумерованными вершинами и ребрами? Количество? Количество? Ну это что? Это что? 7-занурованными вершинами. Точно. Значит, количество деревьев с N-занумерованными вершинами, вершины и n-1 за новыми ребрами в n-1 под 3 раз больше в нынешнем ковище награды а не видны на счет слабое двое уау Причина этого в том, что когда мы взяли дерево и занумеровали его вершинами, у него уже больше не осталось никаких семей, кроме единственного тождества Поэтому у каждого дерева с нанумерованными вершинами есть в точности n-1 фракториал различных нумераций ребра Поэтому количество деревьев с занумерованными вершинами и ребрами в n-1 фракториал у нас больше, чем количество деревьев с просто занумерованными вершинами Вот, а это утверждение говорит нам, что это число равном количеству наборов из n-1 пар чисел От единицы n таких, что их последовательная перестановка Следовательная перестановка От единиц понятным вершине Добавляем число равном количестве Это число равном количеству И вот число равном количеству По сравнению с теми От единицами В целом нам все равно что считать, нам все равно считать на деревья, или считать напор из n- одной пары чисел, таких, что последовательное выполнение перестановок дает перестановку. Сейчас, 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 давайте... Да, теорема Керля, как у всякого замечательного математического утверждения, имеется много разных доказательств. Это факт фундаментальный, и поэтому рассказывать его можно по-разному. Я сейчас расскажу одно из доказательств, которое принадлежит Прюферу и достигается путем сопоставления фрегла на дерево его кода. Будем деревья градировать. Сейчас мы забудем про то, что люку тоже нужно нумеровать. И давайте посмотрим, как мы видим, как мы делаем. Как мы делаем. Делаем, как мы делаем. Делаем, как мы делаем. Вот у нас есть дерево, на 9 вершинах. Я беру вершину с самым маленьким номером. Мы берем не вершину с самым маленьким номером, мы берем лист с самым маленьким номером. Так что вот наш первый шаг, берем лист с самым маленьким номером. Лист это вершина степени 1. Смотрим все вершины, которые соединены только с одной вершиной. Это листья. И берем лист с самым маленьким номером. У нас есть листия 1, 2, 4, 9, 7, 5. Из них самый маленький номер, это, конечно, лист с номером 1. Мы берем этот лист и смотрим не на него, а на ту вершину, с которой он соединен. Это вершина 8. Записываем номер вершины. Я только запишу, так, буду писать букву Х, а снизу буду писать 8. И стираем. Потому что с буквой Х мне это удобно. И стираем. И стираем. Стираем. Значит, давайте. Дерево останется почти таким же. Только лист с армии одного не будет. Дерево стало на одной вершине, а на одной рефрону. А теперь повторяем всю эту процедуру. Что мы должны стереть в новом дереве? А вершинную лист со степенью 2? С номером 2. Не со степенью 2, а с номером 2. А что мы должны записать? 6. Значит, лист с номером 2 единиц в вершине 6. Я записываю 6. И этот лист с отровки. Что мы делаем дальше? Четверка. Четверка. Четверка у нас соединена с крестом помыли под номером 6. Мы Х6 и записываем. Конечно. А мы бы тогда на единицу не смотрели. Мы смотрим только на вершины со степенью 1. А из них выбираем самую маленькую. Так. Значит, здесь. Давайте. Так. Здесь что мы должны? На какую вершину смотреть? На 6. 5. 5 меньше 6. Я точно знаю. Вот. И она соединена с вершиной 8. Ну и стираем. 7. 7. 6. 6. 6. 6. 8. 7. 3. 9. 7. 8. 8. 9. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10. И вот давайте на этом остановимся. То есть мы повторяем эту процедуру. Пока. не останется а ну ребят спасибо в результате мы сопоставили нашему кириллу последовательность из 1,2,3,4,5,6,7 в общем случае будет n-2 номеров вершин здесь последовательность получилась такая, 8,6,6,8,3,8,3 здесь последовательность получилась такая, 8,6,6,8,3,8,3 и тогда последовательность Теорема. Ну или давайте пусть не теорема, потому что я не знаю. Значит, эта последовательность называется кодом Плюффера. Код Плюффера. Подтверждение состоит в том, что всякая последовательность из R-2 номеров вершин является кодом Плюффера единственного дерева. Отсюда сразу вытекает теорема К. Почему? Следствие. Число. Еринь. С R-2 номерами. Почему так? Почему так? Количество вариантов. Количество вариантов. Значит, смотрите, у нас есть последовательность из R-2 номеров вершин. Значит имеется n-2 места. На первое место сколько номеров мы можем поставить? n. У нас n различных номеров в вершин. На первое место мы можем поставить n номеров. На второе тоже n номеров. И так до n-2 места. Когда мы все эти n-2 штуки буквально перемножим, мы получим 0.1. Поэтому, если действительно, каждая последовательность куб соответствует какому-то, является кодом префера какого-то дерева, и причем только одного, то количество деревьев равномерно в степени n-2. Ну, теперь будем разбираться, почему справедлива вот это утверждение, но, конечно, хотелось бы, чтобы оно было справедливо, иначе странно было бы называть такую последовательность кода. Но, ведь если мы что-то закодировали, если мы закодировали дерево вот с такой последовательностью букв, то мы хотим надеяться, что его можно и раскодировать. Последовательность букв написали, мы хотим понять, из какого дерева оно получилось, да? Ну, соответственно, мы же можем остановить из последнего ребра, то есть последнего ребра, то есть последнего ребра, получим как последний элемент кода, плюс наивысший номер. Ну, это правда все! Давайте я сейчас скажу то же самое, немножко по-другому. Вы правы. Я скажу то же самое, немножко по-другому. Вот у нас имеется последовательность букв x8, x6 и так далее. Мы хотим увидеть, выяснить из этой последовательности, как выглядели исходные деревья, к которому мы сопоставляли эту последовательность. Что можно по этой последовательности узнать? В этом дереве, сколько вершин? Девять. Почему? Ну, потому что, ну, семья уже два. Потому что это дерево состоит из семи букв, эта последовательность состоит из семи букв, поэтому в дереве Девять. Девять вершин. Девять вершин. Это количество mind? Так. Дальше. Какие вершины являются листьями? 8 разве лист, все кроме тех, которые встречаются в этой последней листе. 1, 2, 4, 5, 7, 9. А почему? Непонятно. Ясно, что ни один лист сюда попасть не может. Да, это ясно. А наоборот? Это ясно. Ни один лист в эту последовательность попасть не может. А почему все нелисты попадают? Ну, нет, мы же сначала удаляли лист из исходного дерева, а потом удаляются листья из каких-то промежуточных деревьев. Вот скажем, здесь мы пятерку удалили, а здесь мы удалили вершину, шестую вершину, которая изначально листом не являлась. Ну, давайте немножко более общее утверждение. Значит, степень любой вершины, вершины с номера. И на единицу больше числа будет высотой в ходу трюфера. Например, буква шесть и шесть здесь встречаются два раза, а из вершины шесть выходит три ребра. Буква восемь встречается раз, два, три раза, а из вершины восемь выходит четыре ребра. Виси не встречаются ни разу, значит, их степень единичку больше, чем ноль, то есть единичка. Ну, каждую вершинку, кроме двух, мы в какой-то момент удаляем, правда? Значит, перед этим моментом, перед этим моментом получается так, что мы удалили все вершины, которые в нее входят. Раз мы удалили все вершины, всех ее соседей, кроме одного. Раз мы удалили всех ее соседей, кроме одного, то эта буква появилась в ходе трюфера ровно столько раз, количество соседей минус один. Но для последних двух вершин это тоже вера, потому что их мы не удалили ни разу, но зато каждый из них входит в наше слово, входит в нашу запись, в этот код, Такое количество раз, которое на единице меньше числа ребра, входящих в эти вершины. Так, мы уже многое знаем про наше дерево, мы знаем степени всех уходящих в него вершины, всех вершин. Давайте теперь будем дерево восстанавливать, но только не с конца, как предлагалось, как можно действительно реально. Оказывается, его можно восстановить сначала. Какую вершину мы удалили в первую? Почему? У меня самый маленький номер листа. Значит, мы берем список листьев, мы знаем этот список 1, 2, 4, 5, 7, 9. И знаем, что в этом списке самый маленький номер один. А в записи кода появилась х8. Это означает, что у нас была вершина 1, соединенная с вершиной 8. Вот ровно эту вершину мы удалили. Теперь, степень вершин. Теперь мы можем идуться. Ну, знаете, как говорил Владимир Владимирович Арнольд, в рассуждении по индукции есть, конечно, преимущества перед настоящими математическими рассуждениями, приблизительно такие же, как воровство перед честным трудом. Вот рассуждения по индукции нужно по возможности избегать. Они вас обманывают, они не рассказывают на самом деле, что происходит, не позволяют доказать что-то, но не позволяют понять, что именно вы доказали. Поэтому этого нужно избегать. Хотя, как вы видели, я в лекции уже один раз этим пользуюсь. Восстанавливаем. Единого. Восстанавливаем. Давайте я нарисую табличку. Давайте я нарисую табличку. И мы знаем степени этих вершин. Значит, степени вершин. В единичке единичка, у двойки тоже единичка, у тройки. Тройка входит два раза, поэтому я нарисую табличку 3. В четверке единичка, в пятерке единичка, в шестерке степени 3. В семерке единичка, в девятке единичка, в восстанавливке 4. Значит, вот мы нарисовали. Вершина 11 у нас в вершине х7. Вершину 1 мы использовали, у нее степень стала 0. Вершину 8 мы один раз использовали, у нее степень стала 0. И мы стерли. Значит, у нас был код x8, x6, x4, x6, x8, x3, x8, x3. И мы стерли первую букву в нашем слове, информацию, которая в ней содержалась, можно использовать. Дальше у нас вестья, это вершины 2, ну, самая маленькая это двойка. Дальше мы можем смотреть. А в слове идет буква 6, x6. Значит, двойка соединена с вершиной х6. Где-то это двойка соединена с вершиной х6. Двойку мы использовали, здесь поделился 0. Шестерку, по-другому, как мы использовали. Здесь осталась двойка. Дальше самый маленький номер листа у вершины 4. И она соединена с вершиной 6. Дальше идет 5. Сейчас это я. Шестерка? Да. Дальше идет вершина с номером 5. 3 является листом. Буква 8. Здесь должна быть двойка. Здесь двойка. Дальше шестерка. Должна быть соединена с вершиной 8. С seasoned. Здесь двойка. А, schools sage. Ой, сейчас эти голубы, слева collagen, по-другому. . Вот здесь двойка. а шестерка с тройкой, да? тройки много осталось так, да? хорошо дальше лист это семенка который мы заменим на ноль и она должна быть соединена с 8 здесь устираем, здесь устираем восьмерка восьмерка соединена с тройкой вот мы их стримы стираем у нас здесь остается ноль здесь остается одиночка и последнее ребро которое в коде мы как бы отражаем соединяет вершину с номером 3 и 9 все значит, то что мы написали действительно является кодом мы по этому коду можем восстановить исходное дерево восстановить исходное дерево восстанавливается однозначно почему оно будет дерево? что? цветочник цветочник а почему нет цветочник а почему нет цветочник ну да мы немножко это правильно ну во-первых заметим, что в нем легче чем вершина во-вторых оно оказывается связано а если связано количество ребр будет меньше количества вершин а почему оно связано? ну вот вам осталось над чем другу погода значит вот за исключением вот этого маленького вопроса над которым нужно подумать к чему получавшиеся граждане связи и тогда он автоматически будет дерево вам еще стоит потренироваться выписывать коды трехлеров в разных деревьях наоборот написали какое-нибудь слово из таких вот букв из-за минус 2 букв а потом навесите дерево кодом прихора которого это слово и является ну теперь давайте я скажу несколько слов про то, про что я вам не рассказывал конечно деревья образуют замечательных графов и возиться с ними одно удовольствие но это вовсе не единственное интересное граф нам имеется множество других графов других семейских графов не говоря уже просто одно вот вот если вы возьмете граф с одним циклом следующее посложности за деревьями является графом с одним циклом вырисован цикл из вершин из вершин которого могут расти разные деревья с таким в каком-нибудь порядке занумеруем в каком-нибудь порядке его ребра и так далее сделаем то же самое что мы делали с деревьями каждое ребро каждому ребру соответствует перестановка вершин перестановка вершин которые являются концами этого ребра мы можем все эти перестановки последовательно сделать для всех ребер в том порядке в котором занумеруем в том порядке в котором занумеруем оказывается получившаяся перестановка вершин никогда не будет перестановкой по кругу но давайте я сфокулирую ГРМом теперь нам идет электонатная фотография с одним цифром последовательная 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 выполнение перестановок перестановок концов ребра в порядке отмираться 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 расщепляется прощепляется да ну давайте я скажу 20 что это значит Давайте посмотрим на примере. Я заминировал вершины и как-то заминировал ребра. Что получилось? 1, 2, 3, 4. Первая имеет местами 1, 2. Вторая меняет местами 1, 4. Третья меняет местами 2, 3. Четвертая меняет местами 4, 3. Третья меняет местами 4, 3. Вот что у нас получилось. 1 пришел в 4, 4, 3, 2 пришла в 3, 2 пришла в 3. И так будет всегда. Будет два разных цикла. Какой бы граф с одним циклом вы не взяли, как бы они заминировали его вершины ребра, всегда последовательно последовательная перестановка концов ребра приведет к двум циклам перестановки всех вершин. Считайте, что это домашнее задание. А вот дальше уже начинается хуже. Если у вас не один цикл, а два, то результат зависит от того, как вы наберете ребра, сколько пульца. Может получиться один, может быть. Там много всего замечательного происходит. И, что удивительно, теоремы, похожие на них, находят множество разнообразных применений в самых современных моделях теоретической физики. Я не могу себе представить, но это действительно так. Ну, действительно так. Ну, так же у других вопросов, как бы у меня нет возможности. Спасибо. А можно еще вопрос? Конечно. То, что вы рассказали про нумерацию ребр, можно хоть как-нибудь использовать для доказательства теоремы о n-2? Можно, да. Но это будет другое доказательство. Оно есть? Есть. Как бы невозможно, да? Нет, просто не расскажу. Это теорема про n-2, ее можно воспринимать как теорема о структуре симметрической группы. Одно из множеств, первую большой серии диаметра структуры симметрической группы. Или симметрической группы. Это все. Там дальше имеется очень развитие, богато и далеко не до конца исследовательная теория. Многие математики не знают про то, что если переставлять таким образом в конце ребер в дереве, то обязательно получится цикл. Обязательно получится, что все вершины переставляются по кругу. Если им это сказать, то они это быстренько докажут, короче. Но многие этого не знают. Это такой не общеизвестный, хотя и очень важный факт. Ну теперь вообще известный. Малый Figure